Экскурсионных маршрутов в Сочи много, они активно пользуются спросом у гостей курорта, но время подсказывает новые идеи и они легко воплощаются в жизнь. Например, на Красной Поляне открылись в канун летнего сезона сразу два музея – археологические и музеи футбольного мяча. Экскурсоводов просят включать в маршруты эти объекты для посещения. Кроме того, можно увидеть и новые театрально-акробатические шоу. У нас два дня назад первая группа экскурсионная была от компании Ахвалао. Вы ее видите, они написали, что были впечатлены аж до слез гостей. И сама экспурсовод, который посмотрел, сказал, что буду всем это не давать. У каждого туриста, конечно же, свои предпочтения. И если одним нужно развлекаться, других может заинтересовать история. В частности, что было в горах на этом месте за 80 тысяч лет до нашей эры. В помощи – музей археологии, где собраны удивительные артефакты. Ну а после проведенного в России чемпионата мира по футболу, интерес к истории футбольного мяча будет не меньшим. Кроме того, мы представили специально к открытию музея 8 работ из сочинского песка, нашего сочинского побережья, всех ведущих игроков и команд, играющих в Сочи. Единственной в мире музей футбольного мяча ждет новых туристов. А между тем в Сочи выявляют и незаконных предпринимателей. Их еще называют бегунками, которые прямо на улице курорта могут предложить туристам экскурсии. Экскурсии достаточно низкого качественного уровня, поэтому мы совместно с полицией начинаем рейды ежедневные в отношении таких нерадивых предпринимателей и будем их заставлять. Либо они развиваются и выполняют требования администрации города Сочи, либо они прекращают заниматься этой деятельностью. И тут еще много зависит от самих отдыхающих. Конечно, лучше приобретать экскурсию в брендированных павильонах и пользоваться услугами фирм, которые не скрывают свое название. Экскурсоводы с именем и этим самым именем дорожат. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.